Следующий фрагмент Это 14 глава с 1 по 5 стихи Мы с вами его прочитаем И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сиони И с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах И услышал я голос с неба, как шум от множества вод И как звук сильного грома И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих Они поют как бы новую песнь перед престолом И перед четырьмя животными и старцами И никто не мог научиться сей песне Кроме стих 144 тысяч, искупленных от земли Это те, которые не осквернились с женами Ибо они девственники Это те, которые следуют за Агнецем, куда бы он ни пошел Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнецу И в устах их нет лукавства Они непорочны перед престолом Божиим Я, наверное, не найду другие пять стихов в книге Откровений, которые бы вызывали столько вопросов, как вот этот фрагмент Помните, мы говорили с вами о том, что в книге Откровений часто бывают такие вот интервалы Промежутки, в которых говорится о чем-то другом Цель данного фрагмента Противопоставить качество Бога и Сатаны Сатана уже проявил свою жестокость Сатана беспощаден, а Иисус явил себя как Агнец Он умер за своих последователей Сатана пользуется, или можно сказать, использует своих последователей Он их обманывает И Иисус говорит истину своим последователям И Он за них еще и умер А в первом стихе говорится о том, что святые принадлежат Ему Здесь говорится о том, что 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах Когда вы покупаете книгу очень ценную Или вообще какой-нибудь ценный предмет Что вы делаете с ней? У нас редко делают We just write our name on it Или подписывайте свое имя, или печать ставите Если у вас есть библиотека личная Если, например, хороший человек найдет ее где-то в другом месте Он может ее вернуть потом по адресу Таким же образом Бог ставит такую печать, можно сказать, на своих последователях Но мы говорили о том, что если у Бога эта печать То сатана использует клеймо Использует бренд Иисус пишет на челе Он ставит печать Вот эта печать символизирует принадлежность или собственность Поэтому выражение, которое используется в данном случае, написано на челе Противопоставляется выражению положить начертание Которое у нас было в начертании сатаны в 13 главе Слово начертание сатаны Слово начертание, как я уже несколько раз вам говорил, означает клеймо или бренд В книге Откровения очень часто мы с вами встречаем противопоставления Качества или характера Иисуса Христа и сатаны, антихриста А кроме этого, в этой книге противопоставление Между целями или замыслами Бога и сатаны Мы говорили о том, что Божий замысел в книге Откровений Совершенно очевидный, это примирение с людьми Где находятся эти 144 тысячи В третьем стихе Они находятся пред престолом Пред престолом и перед четырьмя животными и старцами Хочу нарисовать вам картинку Здесь посредине будет престол Вокруг престола Какая-то вот сфера Это не просто, например, круг Это сфера И там находятся 24 старца Также пред престолом находятся четыре животных Или живых существа Где же тогда 144 тысячи, которые также у престола Мы читаем, что они пред престолом И пред четырьмя животными и старцами Значит, они пред престолом И пред четырьмя животными и старцами То есть, можно сказать, что вот эти 140 тысяч Они ближе всего к престолу, чем кто-либо другой Нельзя приблизиться к престолу, если ты не достоин этого Если Бог не принимает себя Так, 144 тысячи однозначно, что это люди Потому что искупленные с земли Они примирились с Богом И Бог считает их своими друзьями А какой же замысел у сатаны? Цель сатаны Помешать людям примириться с Богом А вы это знаете на личном опыте Вы делитесь Евангелием с кем-нибудь Они отвлекаются, вас не слушают Потому что они верят лжи Потому что цель сатаны Постоянно мешать людям примириться с Богом Потому что он ненавидит Бога А следовательно, ненавидит нас Он не любит своих последователей Он их ненавидит И еще одно противопоставление В этом фрагменте Между последователями Бога И последователями сатаны И вот мы с вами доходим До одного из самых трудных Для понимания стихов В Откровении Особенно трудно это воспринимать Женщинам Это те, которые не осквернились женами Ибо они девственники В английском Ибо они чисты Чистота подразумевает То, что они девственники А это тогда толкование Которому можно прийти Исходя из этого стиха Что те мужчины Которые женились И у них были нормальные взаимоотношения Со своими женами Они не смогут Быть одним из 140 тысяч То есть они не относятся К этой категории То есть у меня с женой Трое детей Значит я не буду в этой группе Юри там тоже не будет То есть любой женатый Или который был женат мужчина Уже не относятся К этой категории людей Потому что они И мы не имеем проблем С этим Но даже с тем Что они девственники Вроде бы у нас не будет проблем То, что эта группа девственников Но не нравится нам Вот это выражение Которые не осквернились Женами Потому что в браке Взаимоотношения между полами Не считается Чем-то скверным И осквернением Единственное что я могу сказать Что эти 144 тысячи Мужчин Были просто призваны Это было их призвание Быть девственниками Целебат Это группа чистая Или это группа девственников И они отражают Личностные качества Господа Иисуса Христа Иисус Христос тоже не женился И здесь также говорится О них еще одна Их характеристика В устах их нет лукавства Они не порочны То есть можно сказать Что они не лгали Не лукавили Но мы о себе тоже можем сказать Что и мы Непорочны Благодаря крови Агнца Об этой категории людей Мы можем сказать Что они полностью Освещенные Последователи Иисуса Христа А также мы можем увидеть Последователей Сатаны Что мы можем о них сказать Они полностью Они грешники И предпочитают Безнравственный образ жизни С одной стороны Со стороны Бога Вот эта группа людей Которые вообще Никогда не прикасались К женщинам В этом смысле У них и жен своих не было А с другой стороны Последователи Сатаны Это те люди Которые в книге Откровения Фактически поклоняются Сексуальной распущенности Понравилась лекция Вдохновились услышанным Поддержите нас Молитвой И финансами Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах По запросу tvseminari.com Продолжение следует...